Зритель живет в ожидании старта сезона на своей земле. Однако в чемпионате России наши девушки провели уже две игры. Первая прошла в Москве против местного Динамо. Соперник превосходит нас своим бюджетом, но как оказалось не уровнем игры. Так уж сложилось, что энергия для белоголубых крайне неудобный соперник. Мы их одолели и в серии плей-офф прошлого года, теперь вот облили холодным душем и в стартовой игре. 73-59 победа тигриц. Но долго почивать на лаврах девушкам не пришлось. Выезд в Вологду закончился полным разочарованием. Не получилось по общему счету ничего. Хозяева были наглого сильнее. Это и отражает финальный счет на табло. 83-68 в пользу Вологды Чевакаты. Два разных матча и такие две разные игры. Впрочем, все это объясняется крайне просто. Обновленному составу еще необходимо какое-то время для того, чтобы просто сыграться. У нас в этом году команда более молодая и, если брать по составу игроков, менее опытная по участию игроков в премьер-лиге. Но все девочки амбициозные, старательные. И я думаю, что в общем целом это сильно не должно повлиять. Со временем, кто не играл, они вкатятся, почувствуют игру в данной лиге. И я думаю, что все будет хорошо. В этом году у «Энергии» нет таких игроков, как Эшли Перрис или Саманта Прохалес. Поэтому на первый план должны выйти командные взаимодействия. Работать будут по аналогии с «Детройтом» начала нулевых, когда звездой считалась вся мичиганская банда. Впрочем, есть в нашей команде и слабые места. На данный момент в составе имеется лишь один номинальный центровой – Ольга Жужгова. И это очень рискованно, ведь в случае, не дай бог, травмы мы и вовсе останемся без пятого номера и без мощи под кольцом. Однако статистика Ольги на старте сезона довольно неплоха. В матче с «Динамо» ей не хватило лишь двух очков до дабл-дабла. И на ее счету 8 очков и 11 подборов. Сама Жужгова ждет от себя в этом году гигантского скачка. Ведь, по сути, она безальтернативный игрок в стартовой пятерке. Так получилось, что остался единственным центровым. И очень надеюсь, что сумею доказать, не знаю, показать, что я достойна этой роли, что я смогу помочь команде как единственной центровой. Хочется доказать себе прежде всего, что я могу стать на этой позиции, получается, лидером команды. Первая домашняя игра для «Энергии» сразу станет огромным испытанием. В Иваново приедет один из лидеров нашего баскетбола «Курская Динамо». Первые три матча на старте сезона «Белоголубые» провели крайне впечатляюще. В премьер-лиге «Динамо» в Кене оставили камня на камне от Ногинского в «Спартака» и «Енисея». А в Евролиге под горячую руку попал турецкий «Фенербахче». Победа была одержана с разницей в 32 очка. 72-40. Как вы поняли, соперник более чем серьезный. Придется сложно, но все возможно. Биться, уверяют, будут до последнего. Мне каждую игру хочется, чтобы команда росла. То есть хотя бы по шажочку вперед делала, что в нападении, что в защите. Пока то, что мы показали с «Динамо», сделали огромный скачок назад в «Вологде». Хотелось бы вернуться хотя бы на те позиции, на которых мы были перед «Динамо». То есть в командной игре как в защите, так и в нападении. И, конечно, очень хочется увидеть от девчонок желание борьбы. Ну а поддержать любимую команду в битве с одним из фаворитов сезона вы сможете уже в это воскресенье. Игра начнется в 14 часов. Денис Сербин, Виктор Иванов. Программа «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...